Друзья, приветствуем вас в программе «Разговор на чистоту». Вы, конечно же, заметили, что у нас сегодня не совсем обычный эфир. У нас в студии очень много гостей. И я скажу вам даже больше, наша студия не смогла вместить всех желающих, которые хотели сегодня прийти на нашу программу. Тема нашего сегодняшнего разговора будет где-то неприятной, где-то болезненной, но, тем не менее, нам нужно её поднять, потому что тема воровства благотворительных взносов в Беларуси Андреем Яковишиным очень важна для всех нас. Благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтяна – одна из немногих организаций, которые сегодня, несмотря ни на что, продолжают оказывать масштабную помощь медицинским учреждениям по всей Украине. Уже долгие годы ежемесячная помощь оказывается пожилым людям, людям, оказавшимся на грани жизни и смерти, которым больше нет куда ждать помощи. Особое внимание благотворительный фонд «Возрождение» уделяет такому направлению, как детская онкология. Очень много людей, искренне желая помочь больным детям, отрывают от себя финансы, жертвуя на спасение жизни маленьких детей, которые волей судьбы оказались в капкане смертельного заболевания. Но, к сожалению, существуют также и люди, которые наживаются на чужом горе, используя человеческую любовь и сострадание. Они набивают свои карманы деньгами со мной жизнью заболевшего ребёнка. Именно такими людьми оказалась семейная пара из Белоруссии Андрей и Ольга Яковишины. Сегодня вы услышите мнение всех наших участников и сможете сами сделать соответствующие выводы. Я хочу представить вам наших гостей. Здравствуйте, Людмила. Добрый день. Людмила — начальник финансовой комиссии по расследованию воровства благотворительных взносов Андреем Яковишиным. Людмила, расскажите, пожалуйста, как давно вы в благотворительном центре Возрождения, как давно вы в Духовном центре Возрождения и, собственно, о своём опыте общения с Андреем Яковишиным и о всей этой ситуации, которую мы сегодня обсуждаем. В Духовном центре Возрождения я с апреля 2005 года. И я очень благодарна этой церкви, я очень благодарна апостолу Владимиру за то, что Бог реально через его молитвы, через наставление, через веру этого служителя в меня поменял мою судьбу. Я пришла в церковь с разрушенной судьбой, с разрушенной семьёй. И уже, знаете, я пришла, я думаю, все так приходят в церковь, когда уже нет ни выхода, ни каких-то вариантов. И благодаря этой церкви, и благодаря молитвам апостола я получила новую судьбу. Я очень благодарна. И когда я узнала, что в Духовном центре Возрождения есть такая программа благотворительная, есть фонд Владимира Мунтяна, где помогает детям онкобольным, где помогает детям с тяжёлыми болезнями. Для меня, как человека, это очень близко коснулось. Я стала волонтёром. С Андреем Яковишиным я где-то познакомилась примерно в 2015 году. Наш следующий участник, следующий гость на сцене — это Павел. Павел родом из Беларуси, и он не просто участник Духовного центра Возрождения, а он ещё и был в достаточно близком контакте с Андреем Яковишиным. Но я думаю, что он более подробно расскажет сам. Здравствуйте, Павел. Добрый день. Я в Духовном центре Возрождения уже 5 лет. Когда я пришёл в эту церковь, меня схватило за сердце то, что это живая церковь. Тут Дух Божий движется. И тогда я очень серьёзно начал всё служить Богу, я начал двигаться в нашей церкви. Я был в домашке Андрея Яковишиным. Вместе с ним я, он, мой отец. Нас было шестеро человек. Мы приехали на колледж Гора Моисея 2013 года. Мы там жили вместе в съёмной квартире. Я очень тесно с ним находился. И очень давно его знаете. И очень давно. То есть, ну, мало того, что я его знаю, его очень хорошо знает мой отец. Ещё больше, чем я. А расскажите, пожалуйста, больше вот об этом периоде, который нас интересует. Вот когда, собственно, происходили сдачи облаготворительных взносов, как это всё происходило. То есть, наверняка же вы видели, как-то участвовали в этом. Да, я тогда ещё был студентом. У меня была стипендия. Апостол сподвигнул меня стать участником движения благотворительного фонда. Помогать онкобольным, помогать детям с ДЦП. Очень большая работа. Апостол всегда учил, что семя маленьким не бывает. То есть, каждый на своём уровне сеет столько, сколько может. И я брал свои финансы личные, которые он передавал через Зика Вишина или через его жену в Киев. Почему? Потому что у нас, у белорусов, у нас как-то сложнее, по непонятным причинам, сложнее заниматься всеми этими переводами. И мы просто доверяли этому человеку, что он довезёт по адресу. Вы были настолько рядом с ним постоянно, участвовали во многих делах. В какой-то момент, может быть, вы заподозрили какие-то внешние проявления того, что по итогу, как выяснилось, деньги эти не передавались. Да, это была интересная картина. В начале 2016 года его уволили с места работы. И с тех пор он потерял свой основной источник дохода. По логике вещей, когда человек решается работы, уровень жизни должен, ну, как бы падать. Правильно? А у него рост. Его жена одевалась хорошо. Его... Он сам одевался хорошо. Не в секонд-хендах. Он одевался в магазинах фирменных. Он постоянно... И чем дальше шло дело, тем больше нарастал его вот комфорт. Он постоянно использовал такси. Сначала только для себя и только на служение, чтобы приезжать как пастору. Потом уже начал использовать для своей жены. Потом он начал уже использовать просто в свободном перемещении. И все это он уверял. Он оплачивал сам. А он не работал. Спасибо, Павел. Я думаю, что мы еще вернемся к этим вашим воспоминаниям. Я хочу перейти к нашей следующей гости. Это Виктория. Виктория — представитель благотворительного фонда Владимира Мунтяна «Возрождение». Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, немного то, как вы попали в благотворительный фон, в Духовный центр. Какова ваша роль и вообще вот все, что вы хотите нам сказать для начала. Я знаю Владимира уже на протяжении 20 лет. И мы с ним с самого начала, он... Знаете, этот человек, он всегда открыт. Когда мы познакомились с ним, я поняла, что это вот действительно пастор, который переживает за людей, который готов прийти на помощь. И уже с тех пор, мы вот до сегодняшнего времени, мы всегда вместе. Мы уже как семья. На протяжении всего времени я видела, как Владимир, он старался находить финансы для церкви. Он старался находить финансы для того, чтобы помогать другим. Потому что всегда люди, знаете, со своими проблемами, со своими нуждами, они идут к тем людям, которых видят, что... которых видят ответ. И они с моим мужем начали заниматься бизнесом. То есть это вот на протяжении такого времени они занимались разного рода бизнесом. Все заработки, которые они зарабатывали там, вот работая, они все отдавали на благотворительность. Они все отдавали для церкви. То есть я не видела, знаете, чтобы... Тот доход, который приносило там предприятие, он оставался в кармане у Владимира. То есть все вырученные деньги, они шли на помощь людям. Я свидетель этому. Скажите, у меня такой вопрос. Вы же как сотрудник благотворительного фонда, можете наверняка мне на него ответить. Вот насколько прозрачны финансовые потоки, которые есть в благотворительном фонде? То есть есть ли, может быть, какие-то злоупотребления, может быть, вы встречали к каким-то из сотрудников ранее? Или что-то еще, может быть, какая-то непрозрачность общая существует? Вот ваше мнение какое? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что тот человек, который все время отдает свое, он никогда не позволит ни сотрудникам, ни другим людям, которые вот работают в благотворительном фонде, как-то распоряжаться неправильно теми благотворительными взносами, которые приходят в наш фонд. Конечно, все это отчеты прозрачные. То есть мы всегда показываем нашу работу, мы всегда показываем документы, все время подтверждаем документами все это. То есть все расходы, которые идут, любой человек, он может увидеть работу благотворительного фонда чистую, прозрачную, то, что мы делаем. Спасибо. Друзья, а сейчас я хочу перейти к нашему диалогу с залом, потому что все эти люди тоже хотят сказать свое мнение, свое впечатление от общения с Андреем Яковишиным, о своем опыте в Духовном центре Возрождения. Все они собрались здесь для этого. Друзья, кто хочет сказать что-нибудь? Пожалуйста, расскажите, как вас зовут, чем вы занимаетесь в Духовном центре, о своем опыте общения с Андреем Яковишиным. Здравствуйте, меня зовут Саша. Я живу в Киеве, я в Духовном центре Возрождения уже с 2013 года. И на самом деле с того времени Бог очень сильно изменил мою жизнь. Я вышла замуж, у меня сейчас прекрасная семья, у меня сейчас прекрасная работа, то есть все, о чем я когда-либо мечтала, у меня сейчас оно есть. И пришла я в Духовный центр Возрождения совершенно разбитым человеком, потерявшимся, и я не хотела жить. И Бог, он на самом деле через апостола, через его учения, он полностью меня изменил. Спасибо, Саш. Может быть, кто-то у нас есть в зале из Белоруссии, кто непосредственно сам участвовал в передаче денег Андрею Яковишину. Поднимите, пожалуйста, руки. Передайте микрофон. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, я из Белоруссии. Я пришла в Духовный центр Возрождения в 2013 году. Я на тот момент находилась реально на краю пропасти и не видела выхода в своей жизни. Я попала в онкологию и думала, что моя жизнь уже закончилась. И когда я попала первый раз на колледж через телеканал в 2013 году, я была поражена той атмосферой, которая присутствовала в этой церкви. И меня очень вдохновила вот эта вот благотворительная деятельность, потому что, как я уже сказала, я видела людей, которые находились в онкологии и которые вообще не видели никакого выхода в своей жизни, никакой помощи. И поэтому я с большим удовольствием и желанием стала участвовать в этом благотворительном движении. И, значит, эти деньги, финансы я передавала через Андрея Яковишина или через его жену, поскольку у них там была возможность ездить в Киев. А как вы узнали, что ваши деньги не до Киева не дошли? Да, когда в 2016 году мы все приехали на саммит в Киев, четвертое измерение, мы вдруг узнаем, что наши финансы, которые мы раньше передавали ему, а сейчас некоторые у нас люди передали лично волонтерам, они были удивлены, что эти деньги раньше, они не доходили до них. То есть мне вот трудно сейчас это все объяснить, в каком мы находили состоянии. Андрей просто оказался вором. Это реально был шок для всех нас, это трудно писать словами. Ясно, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, друзья, кто у нас в зале есть еще из тех, кто приехал в той группе и узнал, что средства не попадали в Киев? Передайте микрофон вперед. Меня зовут Валера, я из Беларуси. Знаете, то же самое с 2013 года нахожусь в Духовном Центре Возрождения. И все, что касается Андрея Яковишина, да, я был его близким помощником на тот момент. И знаете, я даже не мог задуматься, что, ну, как-то там, что-то может не дойти. Да, я передавал ему, передавал жене. У нас это было, как, знаете, как норма. То есть никто не задумался даже, что может быть что-то быть не так. В 2016 году появилась такая вот возможность у нас, да, попасть вот к волонтерам на прямую передать финансы. Я был первым человеком, который принес эти деньги. И тогда уже вот это вот все выяснилось, что, знаете, что вот это вот все, когда начали разбираться в этом во всем, когда все люди узнали. И мне настолько было вот это вот неприятно, это вот так низко, ну, опуститься до такого уровня, чтобы вот эти вот финансы, которые были предназначены детям воровать. Спасибо большое, Валера. Может, ты хочешь что-нибудь еще добавить? Кто у нас еще есть из Белоруссии? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. И я пришла в Духовный центр Возрождения в 2014 году. Я попала в церковь буквально накануне колледжа. И когда я приехала на колледж, я была очень тяжело больная, почти не ходила. Это связано с костями, это связано с позвоночником, с почками, ну, масса всего, я не буду перечислять. Но дело в том, что на колледже я получила очень серьезное исцеление, благодаря которым я сейчас двигаюсь, я сейчас живу. И когда я приехала на колледж, я увидела и услышала, я почувствовала это помазание, я увидела свидетельство, как реально исцеляются люди, я поверила. Светлана, а как вы приняли для себя это решение, участвовать в благотворительности? Когда я услышала, как начала развиваться программа благотворительности Духовного Центра Возрождения, помощи детям, помощи онкобольным детям, я решила конкретно участвовать в ней, потому что меня это очень сильно касалось. Получив такие серьезные исцеления, я поняла, что люди благодаря этому фонду получают не просто надежду, они получают материальную помощь в подтверждение тому, что им будет проведена серьезная операция, которая стоит очень больших денег, которые они нигде не могут найти. И то есть лично вы передавали либо Андрею, либо Оле какую-то часть своего дохода, правильно я понимаю? Да, я когда приняла это решение, я отдавала достаточно большую сумму своего дохода, и эти деньги отдавались конкретно Оле Яковишиной, потому что на тот момент она являлась фактически кассиром церкви, и что было достаточно странно. Вообще эти странности проявлялись длительный период. Но деньги церкви, деньги фонд, которые поступали, люди приносили, они отдавались конкретно его жене. Причем отдавались просто ей одной, без всякого контроля. Говорилось о том, что мы не нашли еще кассира. Деньги отдавались семью, понимаете, и оставались там. И изменялось его поведение, поведение его жены. Так неуловимо, но менялось. Это наблюдалось. Как бы просто отказывались в это верить, может быть. Да, отказывались в это верить. А скажите, вот тот момент, как вы приехали в Киев, расскажите, как все происходило, и как открылось то, что ваши, в том числе, средства не доходили до пункта назначения? Это случилось в 16-м году, в 2016-м году. На саммите четвертое измерение. Приехали люди, приехала церковь, приехали люди, приглашенные из Белоруссии, приехали все участники фонда благотворительного. Естественно, деньги были привезены непосредственно самими участниками этого фонда, и деньги понеслись волонтерам. И тогда и вскрылась вся эта правда. А скажите, вот ваши эмоции, что вы в тот момент почувствовали, когда вдруг поняли, что на протяжении определенного периода ваши деньги, которые вы от чистого сердца отдавали на благое дело, что они где-то потерялись, так скажем? Потерялись, это, конечно, условное слово. Люди были в гневе от того, что то, что они давали, отделяли от себя, отделяли не просто благотворительный фонд, они отделяли на реальные операции, они отделяли реальным детям на поднятие реальных жизней. Это онкобольные. У них жизнь поставлена на часы, многих на минуты. Где-то не дошло лекарства, где-то не сделалась операция. Это все были наши деньги. И если деньги не отдавались вот этим больным, то вопрос, то возникал вопрос, куда они вообще уходили. Это уходило просто на него. У меня, наверное, не найдется того словарного запаса, чтобы дать определение тому, что происходило в сердцах людских. Люди были не просто возмущены, люди были и обижены. У людей некоторые просто до слез даже доходило. Ясно, спасибо большое. Кто хочет что-нибудь еще сказать? Меня зовут Елена, я из Белоруссии. В Духовный центр я попала в 2014 году. Я смотрела канал по телевизору и приняла решение приехать на колледж. Когда приехала на колледж, там просто я встретилась с Духом Святым, я получила исцеление, я получила прикосновение с Духом Святым. Это просто было время, которое наполнило меня, исцелило мою душу, исцелило мое тело. Поэтому для меня быть в Духовном центре это очень важно и очень ответственно. По специальности я медработник. И я часто сталкиваюсь с болью других людей. И это очень тяжело смотреть, когда люди страдают физически, когда люди страдают душевно. И когда я узнала о том, что есть программа, которая помогает людям, которые больны детям, которые больны ДЦП, я, мое сердце просто откликнулось помогать. И я решила передавать средства в этот благотворительный фонд. Вот. И мы передавали через Яковишина, и он говорил, что передает. Но когда в 2016 году мы приехали на саммит, и выяснилось, что ни одна копейка, она просто не дошла до этих детей, до этих людей, больных онкологией. Мое сердце просто было возмущено. Как он мог просто такое сделать? Как посмел он поднять руку, чтобы залезть в кошелек вот этим больным детям. Как у него просто совесть позволила вот это сделать. И я даже до сих пор, вот я возмущаюсь этому поведению человеку. Я считаю, что он просто вор. Спасибо большое. Кто еще хочет добавить? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ира, я из Белоруссии. И когда я в 2015 году пришла в Духовный центр Возрождения, реально я здесь повстречалась с Богом. Реально повстречалась с Богом. И я безмерно счастлива. Понимаете, я здесь открыла учение, которое является просто драгоценностью. Это Божий дар для нас, который Бог дает через апостола. Я сама лично здесь, в Духовном центре Возрождения, я видела, я разговаривала с бабушками, которым реально помогают. Помогают. И бабушка рассказала, как она попросила апостола дать деньги, при этом большие деньги, на операцию человеку знакомому. И апостол дал. Я знаю, что эти деньги, они идут на помощь и детям, они идут на помощь старикам, они реально помогают людям. А скажите, пожалуйста, как давно вы участвуете в формировании благотворительного фонда, как давно вы приняли для себя это решение? И почему? В 2015 году, когда я попала на колледж, я узнала о благотворительном фонде. Я узнала, что этот фонд помогает детям, старикам. Я узнала, куда идут эти деньги. Я была очень рада участвовать в этом фонде. И я приняла решение в колледже своими финансами тоже служить Богу через благотворительный фонд Духовного центра Возрождения. А как вы узнали, что деньги не дошли? Вы сами при этом присутствовали или вы уже узнали позже? Дело в том, что я была уверена, что эти деньги доходят всегда. Но когда я лично передала деньги, лично передавала деньги жене Андрея Яковишина, эти деньги не дошли. Они не попали в благотворительный фонд. Значит, эти деньги забрал Андрей Яковишин. Я просто очень возмущена, что этот человек, он же лжец, он вор. Спасибо большое. Людмила, а вот скажите, пожалуйста, вы как глава финансовой комиссии наверняка владеете информацией на протяжении какого-то периода вот Яковишин не довозил деньги до Киева. Когда не дошли эти финансы, когда это все вскрылось, когда я видела разочарование людей, то мы провели финансовую проверку. И оказалось, что на протяжении полтора года личные финансы людей, которые были направлены на благотворительность, именно через этого человека, Андрея Яковишина, они не поступили в благотворительный фонд. Полтора года — это большой очень срок. Это очень большой срок, да. Мы были сильно возмущены действиями этого человека. В Духовный центр возрождения я пришла с апреля 2005 года. И одна, почему я пришла в церковь, в церковь, потому что у меня очень сильно болел ребенок. И я не понаслышке знаю, что такое боль, что такое безысходность. И мы очень много денег тратили на медикаменты, и у моего сына была опухоль, и практически каждую ночь он задыхался. И мы все время вызывали скорые. И я понимаю, сколько у нас уходило денег. Я понимаю эту боль и отчаяние. Именно в Духовном центре возрождения, благодаря молитвам апостола, мой ребенок получил исцеление. Поэтому на протяжении больше 10 лет я являюсь человеком, который свои финансовые средства дает именно на помощь этим детям. И на помощь тяжело больным людям. Спасибо большое. Вернемся к нашим гостям в зале. Кто хочет что-то еще добавить? Передайте, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте, меня зовут Юрий, я из Беларуси. В Духовном центре возрождения я с 14-го года. Меня коснулось полностью все происходящее в этой церкви. Участником благотворительного фонда я являюсь где-то с 15-го года. Хочу добавить со стороны Андрея Яковича на то, что были такие ситуации неоднократные, когда после служения в Беларуси мы заезжали в кафе какое-нибудь. Он просто доставал вот эти деньги, которые у него были с пожертвования, и стесняясь, его жена с конверта доставала и рассчитывалась за пиццу там или еще что-то, что заказывали там. Ну, это у меня не было понятным. Но он говорил, что церковь для него как бизнес, доход какой-то. Как он поступил, это подлость. И очень низко. Ясно, спасибо большое. Давайте послушаем следующего желающего. Здравствуйте, меня зовут Олег, я также из Беларуси. В 2011 году я первый раз попал в Духовный Центр Возрождения. Это был колледж, еще в Днепре я туда проходил. Я вообще живу по жизни, и кто меня знает, я люблю все настоящее. И будучи верующим, искав Бога, когда я столкнулся с Духовным Центром Возрождения, я действительно увидел, что оказывается Писание, оказывается Библия, она по сей день работает, и Бог живой. И когда столкнулся с учением апостола, я увидел, что тут настолько реально, настолько реален Бог, настолько это все живо, настолько это все по-настоящему, это мою жизнь как верующий человека, действительно преобразило. Знаете, я хочу сказать, что являясь продолжительное время человеком верующим, я уже 20 лет в этом году буду праздновать, как я в Боге, я хочу сказать, что я понимал всегда, что как в Писании, в Библии написано, что вера без дел мертва, я понимал, что мое верование в Бога, оно не ограничивается лишь молитвами, лишь собраниями, я понимал, что мне нужно действительно помогать нуждающимся. У меня есть четверо детей, любящая жена, и я очень люблю детей, я очень люблю людей. И, конечно, когда образовался этот благотворительный фонд, когда я узнал о нем, когда я увидел, что реальные дела можно творить своими же финансами, то я, естественно, стал человеком, который выделял свои финансы по роду своей деятельности, я занимаюсь бизнесом, у меня был такой момент, который я просто хочу сейчас сказать, это когда Бог очень сильно коснулся моего сердца, и мы приняли с женой решение хорошую сумму отдать именно в этот фонд, отдать, чтобы наши деньги произвели хорошую работу. Мы продали машину и отдали эти финансы. И когда вот это все начало вскрываться, этот вопрос в 2016 году с Андреем Яковишиным, и, естественно, мне та сумма, которую мы передали, очень сильно заинтересовался. И я начал спрашивать, я начал узнавать, и, оказывается, о той сумме никто никогда не слышал и никогда не знал. Я вначале не мог об этом поверить. Знаете, думаю, да. Знаете, когда доверяете человеку продолжительное время, то, естественно, ты, ну, первый негатив, который, как казалось бы, ты не веришь. Говорят, что он вор. Я говорю, да ну как он вор? Я с ним общался, я с ним знаю. Но когда по факту я начал узнавать, что той суммы нигде не было, то я хочу сказать, я не то чтобы расстроился, я был возмущен, я даже переживал, что же будет дальше, как говорится, доверие людям. Вы знаете, я начал подозревать, ну, как бы я искренне, честно говорю, не то чтобы подозревать, я начал на каждого служителя смотреть и с опаской, а может, и он меня может обмануть, понимаете. Поэтому то, что Андрей, ну, сделал, это очень такой опасный момент, который подрывает доверие многим служителям. И слушая вот эту ересь, вот эту, знаете, вот эти видео, которые выходят от него, я хочу сказать, я этим возмущен до сих пор и мне, это в моем сердце негодование, и поэтому я вот здесь, на этой передаче. Я вижу у нас еще и желающий. Передайте, пожалуйста, микрофон. Меня зовут Татьяна, я из Белоруссии. Я пришла в Духовный Центр Возрождения в конце 15-го года с разрушенным, разбитым здоровьем, с разбитой душевной сферой. И здесь я получила невероятную новую жизнь. Я тогда говорила, что я и сейчас говорю, что я летаю, потому что мой организм, он восстановился, стопроцентно восстановился. Это было более, которые длились 5 лет, в позвоночнике. Это была разрушенная, внутренняя, душевная моя жизнь. И сейчас я чувствую себя прекрасно, я счастливый человек. И вот это исцеление, которое я получила в Духовном Центре Возрождения, я его берегу и просто благодарю. Вот это служение, вот это все, что делают слушателя, что делает Дух Святой в этой Церкви, я просто благодарю за это от себя искренне. И хочу сказать, у меня очень много знакомых вот исцелились, я общаюсь с этими людьми. И хочу сказать, что в 16-м году, Андрей, вы выходили с Ольгой на сцену. Это было неимоверное вообще свидетельство из Белоруссии о исцелении твоей жены. Это действительно было чудо. Все подходили, спрашивали нас, что вот так, да. То есть Андрей Яковишин говорил о том, что его супруга исцелилась. Правильно я вас понимаю? Да, да. И это был, это орган, восстановился удаленный орган. Он, Бог его восстановил в организме. Это документально подтвержденный факт. Так вот сейчас вопрос. Если нет исцеления в Духовном Центре Возрождения, если Дух Святой не работает, то когда ты говорил правду, а когда ты говорил ложь, когда ты, ну, что ты сейчас говоришь, я хочу сказать, что Духовный Центр Возрождения, он чист. Потому что, ну, реальное изменение жизни моей, моих близких, моих друзей в Киеве, в других странах. Скажите, пожалуйста, а вы участвовали в благотворительном движении? Так, я участник благотворительного движения. Да, я передавала финансы через Ольгу Яковишину. Да, и я возмущена, как и все здесь, я возмущена тем, что в 2016 году, когда мы приехали сюда на один из проектов, подошла помощница Андрея и подошла перед мероприятием и сказала непосредственно ко мне, если у тебя будут спрашивать, являешь ли ты участником благотворительного фонда в Киеве, то скажи, что нет. Ну, меня это, конечно, удивило, но я надеялась, что потом поступит, ну, какое-то объяснение этому. Я сказала хорошо, я видела, что она подошла ко всем на нашей команде, и мы ожидали потом объяснения, когда люди сами привезли финансы. Я узнала, что мои финансы не доходят до благотворительного фонда. Я была возмущена, конечно, я была возмущена, потому что и мне это было непонятно, честно, я ждала объяснений. А вы их получили? Нет, к сожалению, я получила только свидетельство людей, которые пришли и тоже получили такое же разочарование, как и я, узнав лично, что их финансы не доходили. Павел, скажите, пожалуйста, вот наши гости говорили о том, что Андрей Яковишин своими действиями, он как бы увел людей из церкви. Вот что сейчас происходит после этого всего? Естественно, он тянет людей. я уже говорил, что он в церкви кормится, и когда его исключили с движения, он потерял свою кормушку, и ему, чтобы выживать, ему пришлось пойти на эти действия, и он начал осознанно, прямо в тот же момент, и судьбы людей рушатся на глазах, потому что из-за этого нечестивого человека люди пострадали и понесли огромный вред, и в итоге на руках Яковишина столько крови, что он этого даже, может быть, сам не осознает, хотя он превратил все это в бизнес. Для него это деньги, на которые он живет. Спасибо. Послушаем еще гостей из зала. Вы знаете, я хочу немножко добавить, вот сейчас вспомнился такой вот момент, я, может, тогда не сильно обратил на это внимание, но когда Татьяна начала говорить по поводу Оли Железовской, что она вот звонила, я помню, тогда ехал с людьми в автобусе, и попросила поговорить с людьми по поводу вот этого вопроса, что если вдруг мы, или же к нам подойдет Людмила Ратушна, если будут задавать какие-то вопросы по поводу финансов, вот я сейчас помнил, то, ну, постарайтесь поменьше общаться на эту тему. И приехавши, она отдельно ко мне подошла, говорит, ты поговорил с людьми, я вот дословно говорю, а я не знаю, как к ним говорить. И она пошла с людьми сама тогда разговаривать. Я тоже хочу добавить, Ольга Железовская, ныне Тимакова, она также подходила ко нам лично и точно так же сказала, если к вам подойдет Людмила Ратушная и будет задавать какие-то вопросы по поводу финансов, то, ну, вы, как, ну, знаете, откровенно говоря, прикиньтесь дурачками, потому что мы ничего не знаем, ничего не понимаем. Ну, так и было. Это правда. И, ну, свидетелей много. Спасибо. Вы тоже что-то хотите сказать? Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я из Беларуси и в Духовном центре Возрождения я с 2013 года. Услышала я об этой церкви по телеканалу Возрождения. И мне очень понравилась вот эта живая церковь. И когда впервые мы сюда приехали, я была просто в восторге, что то, что в Библии, что, ну, действительно наяву, что это происходит в этой церкви. И мой муж получил исцеление. Исцеление сердца. Я реально получила ответы здесь. Мое сердце очень сильно открылось, и я старалась помогать всем, чем я могла. Когда меня просили поиграть, провести прославление в Лиде, в Минске, в других городах, я срывалась, летела в любое время, дня и ночи, ехала, делала все, что нужно. Я неоднократно видела, как деньги, которые мы приносили, он без всякого подсчета доставал из конверта, оплачивал свои какие-то нужды. И теперь я понимаю, почему они не доходили. Я вижу, у нас есть еще один желающий высказаться. Здравствуйте. Всем добрый день. Меня зовут Кристина, я из Минска, из Беларуси. Я пришла в церковь в 2014 году. Когда я попала в церковь, я была неверующим человеком, я даже толком не поняла, что я попала в церковь, я попала в семью. Это правда. И находясь в церкви, я узнала, что у нас проходят такие проекты, как благотворительные фонды, которые помогают детям, которые помогают больным людям, которые помогают старикам. И мое сердце, оно отозвалось. И наши финансы, как здесь многие говорили, конкретно Минск, он передавал в основном свои финансы через Андрея и Ольгу Яковишиных. И этот человек, он настолько был в нашем доверии, что, ну, конкретно у меня, да, у меня никогда не возникало мысли вообще. И когда я узнала, что наши финансы, они действительно не доходили, когда это вскрылось, да, в конце 16-го года на саммите, я просто не могла поверить, что этот человек мог вообще в принципе совершить такое. У меня это настолько не укладывалось в голове, что я даже не могу описать свое состояние. Павел, вы что-то хотите добавить? Апостол, такой человек, он, люди к нему идут, потому что на нем есть помазание. Он мне ни разу за всю жизнь руку не пожал, но при этом я люблю его, я хочу слушать его, Бог с ним. Но Яковишин, он же начал воровать, ему надо было держать контроль над людьми, контроль над людьми. И вот что он делал. Он брал конкретно эти финансы, которые он получал, воровал, да, он конкретно разными рода способами их тратил, вот вы же слышите, да, говорили, что в кафе водил, что он конкретно на такси кого-то катал. Будучи безработным, он играл из себя такого всего, как это правильное слово, щедрый, он был такой щедрый, щедрый, и мы даже не думали, что это же, ну, наши же деньги, которые должны были идти на детей лечения. Это, это верх безумия. Друзья, я сейчас хочу обратиться к украинской нашей стороне, то есть к тем людям из благотворительного фонда, которые непосредственно участвовали в принятии средств, в общении с Андреем. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Елена, и о Духовном центре возрождения я первый раз узнала в 2012 году. А в 2013 году я первый раз попала на крусет апостола Владимира, и еще по дороге я получила исцеление. У меня была проблема с ногами, я не могла спать, я не могла ходить на каблуках, у меня были очень сильные боли. И когда я приехала первый раз на это служение, я получила исцеление. С тех пор я стала служителем этой церкви, я стала одним из представителей финансовой комиссии благотворительного фонда. и я именно тот человек, который общался с Андреем лично, я тот человек, который общался с его женой Ольгой. Когда я с ними познакомилась, у меня был вопрос, как можно общаться с людьми из Беларуси. На что мне Андрей сказал, с ними общаться нельзя, тем более общаться на темы финансов, это вообще запрещено. А почему он так сказал? Чем он мотивировал? Он утверждал, что в Беларуси такая обстановка, что за финансами людей очень следят, что каждая копейка у них там просто на подсчете. И тогда я задала вопрос, Ольга, а что с людьми в Беларуси? На что она мне ответила, а они никто не работают, у нас в Беларуси нет работы. Никто не работает, никто не может найти работу, и все настолько плачевно, и настолько плохо. Я ей задала вопрос, Оля, а как они живут тогда? Ну ведь на что-то надо существовать, что-то кушать, за что-то нужно платить. На что она мне сказала, а их благословляют продуктами. И у меня создалось такое впечатление, что Беларусь это действительно настолько нищая страна, что там настолько все плохо. Мы молились изо дня в день, ежедневно, у нас была ходатайственная молитва за Беларусь. И что же происходит? Когда был саммит четвертое измерение в 2016 году, ко мне подошел Валера, тот самый первый человек, который принес свои финансы. Я ему говорю, О, Валера, у вас процветание пришло? А он мне, в смысле процветание? Это мой ежемесячный взнос. И говорит, такой взнос я отправляю в Киев. Они давали финансы, но как бы, ну, потому что они доверяли Андрею. Для меня это, конечно, было шок. Потом ко мне стали подходить другие люди, потому что, ну, слух, он все равно распространился. И я начала сверять отчеты. От этих людей не приходили финансы. От этих людей не было финансов. На момент знакомства с Ика Вишином я была волонтером благотворительного фонда Духовного центра возрождения. Вот. И я, то есть, общалась с ним лично. Однажды на саммите на нашем проекте, который мы делали, белорусы, они сами приехали на этот проект. И они привезли свои финансы, свою поддержку для благотворительного фонда. И мы такие были счастливые и спрашивали у них, ух ты, у вас что, чудеса появились. Вот. И они нам рассказывали, что нет, с чего вы взяли, у нас все так же, как обычно, вот, что мы передавали раньше, такие же суммы мы и сейчас привозим. То есть, были удивлены не только вы, но эти люди, которые приехали, для них это тоже стало открытием. Да, они сразу же начали спрашивать, а что, до вас не доходили наши финансы? И мы начали разбираться, и как выяснилось, то, что они передавали через Андрея Яковишиной. И я хотела сказать, то, что Андрей Яковишин, он говорил нам, что с белорусами с ними связь держать нельзя, что у них есть проблемы в стране, что у них, как бы, финансовые трудности, что у них кризис в Беларуси, и что, когда с ними говорят насчет финансов, то они, как бы не очень открытые. И он просил очень сильно нас, чтобы мы как бы только через него связь держали. Но по сути, он как бы, можно сказать, запрещал вам общаться с ними на финансовые темы, да? Да, да. Он говорил, разные причины называл, что за ними даже следят. Он говорил, что им нельзя с духовным центром возрождения вообще не иметь ничего общего, и что чисто только с ним иметь контакты с его женой. Больше ни с чем. Когда это все выяснилось, когда начали подходить люди на саммите с Белоруссии в 2016 году, и мы увидели, что очень много людей, которые давали свои финансы непосредственно на благотворительность, на благотворительные программы, не поступали. Была создана финансовая комиссия в составе нескольких человек. Мы проверили финансовую отчетность, когда человек говорит, я полтора года отправлял свои финансы. Мы проверили, и оказалось, что от этих людей не поступали за эти полтора года финансы. И было установлено, что Яковишин вор, Яковишин лжец, потому что он говорил, что в Белоруссии действительно, он тогда говорил, я это слышала, он говорил, что власти прям преследуют людей, если они дадут свои финансы на благотворительность в Украину. Он говорил, что люди живут очень бедно, и они живут на те продукты, которые им дают другие, люди, и была создана молитвенная группа ходатайственная, которая молилась за людей из Белоруссии, учитывая, по словам Яковишина, их тяжелую жизнь. Поэтому Яковишин был исключен из духовного центра возрождения, как вор. в подтверждение своих слов. Я хочу сейчас поклясться на Библии, что за все полтора года, которые передавали ему люди свои финансы на благотворительную деятельность в Киев, они не поступали в фонд возрождения, не поступали нам волонтерам. Андрей, я хочу сказать, совершил тяжкий грех перед людьми, которых обворовал, и перед Богом. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Светлана. О духовном центре возрождения я узнала в 2009 году через передачи, которые мы смотрели по спутниковой тарелке. Будучи в другой вообще стране, для нас это было как вообще просто взрыв. Я знаю, что нам, когда Дух Святой сказал переехать сюда и быть миссионерами, мы ни на одну секунду, живя здесь пять лет, не пожалели, а наоборот, наша семья восстановилась. Мы видим просто во всем благословение от Бога. Мы вошли в свое призвание. В связи с тяжелыми родами моего среднего сына появилась очень серьезная болезнь, которая влияла на головной мозг, это такое давление, переходящее на нервную систему. Ребенок отставал в развитии. Мой муж вот так ребенка вынес просто со слезами на глазах, последнее, ну просто взов был к Богу, чтобы апостол помолился за него. И наш ребенок получил исцеление. Сейчас он, это здоровый ребенок, ему 11 лет, он ходит в нормальную школу. Вот Виктория, она свидетельна, она служитель этого детского департамента, она знает, как мой сын изменился. Это адекватный, нормальный, неотстающий ребенок. Ну кто это мог сделать, скажите? И я знаю, что это сделал Бог через апостола, Владимира Мунтиана, через своего помазанника, потому что именно он подошел и возложил на него руки, и ребенок пережил присутствие Божие. И он тогда сказал, мама, ко мне Бог прикоснулся. Когда апостол молился за него, он не мог тогда этого придумать, ему было 4 года. И после этого весь этот кошмар наш, он прекратился. И до сего дня мы счастливые, я здоровая. Я родила еще дочку, о которой я мечтала. И я знаю, что это сделал Бог. И на данный момент я являюсь уже 5 лет волонтером в Духовном центре Возрождения в благотворительном фонде. И с Андреем Яковишиным были не очень приятные общения по телефону, потому что приходилось ему звонить и звонить его жене Ольге для того, чтобы узнать, где финансы, которые люди передавали в благотворительный фонд. На что грубо, без какого-либо вообще уважения он бросал трубки или передавал трубки своей жене Ольге, которая также надменно разговаривала с нами. Ты делаешь эти передачи, чтобы прославить свое имя и заработать опять деньги нечестивым образом. Я возмущена. Он говорит о том, что он был в команде апостола. Я вот лично знаю апостола, я бываю у него дома, я говорю так с ним лицом к лицу, я вижу, какой он человек, я вижу всю его команду, я восхищаюсь просто этими людьми. Я не видела нигде такой команды. Я лично тоже разговаривала с такими людьми, которые знают множество церквей и миссий по всей земле. Они восхищены командой апостола, они восхищены апостолом. Потому что они говорят, нигде в мире мы такого не видели. Я вижу, вы хотите продолжить. Да, я хотела бы дополнить, продолжить, мне есть что сказать. Меня зовут Марина, и я уже пятый год в Духовном Центре Возрождения. Я попала в эту церковь, будучи неверующим человеком, и попала на колледж Гора Моисея в 2013 году. Я узнала, наконец, что Бог реально, Он живой. Это всё влияло на мою жизнь. И я благодарю очень сильно и благодарна Богу, что Он познакомил меня с таким человеком, как апостол наш. И благодаря этому учению, которое Он получает, для всех для нас реально судьбы меняются. И я получила новую судьбу от Бога. И на этом первом колледже, два слова скажу, когда был призыв тоже стать как участником благотворительности, я не задумываясь, тоже присоединилась. Поэтому я понимаю тех людей, которые участвуют и не всем сердцем хотят помогать другим людям. В какой-то период моего служения я к Вишинам общалась. Мне всегда это было странно, и я не знала даже, как себя с ним вести. И тогда уже мы с белорусскими участниками благотворительности, да, мы же общались, и они говорили, мы передаём, да, всё хорошо. А они не доходят, и тоже с ним созванивалось уточнить, пожалуйста, вот со всем почтением, пытаешься выяснить эти вопросы, и никогда адекватных ответов не получала. Спасибо и вам большое. Да, вижу, вы хотите ещё добавить. Меня зовут Надя с моим мужем. Вот попали с ним в очень таком плачевном состоянии. У нас моральное состояние, духовное, душевное, было всё разрушено, на грани просто провала. И у мужа были на тот момент проблемы в бизнесе, и нам угрожали. От нас отказались многие друзья, и мы были просто практически одни. И даже родные отказывались. И когда мы пришли сюда, с первого служения я поняла, что это моя семья, потому что была невероятная атмосфера. И вот то, что апостол говорит, то, что мы слышим, как он строит свою команду, как он строит взаимоотношения, то, что он говорит со сцены, я это увидела в церкви. Я это не видела просто по его словам каким-то и красивым проповедям. Я увидела настоящую жизнь в церкви, когда здесь мы нашли настоящую поддержку, мы нашли друзей и начали восстанавливаться все сферы нашей жизни, семейная сфера нашей жизни восстановилась, финансы. И когда я, вот чем больше я была в церкви, тем больше я смотрела на апостола, на его команду, на служителей. И мне также захотелось принимать служение. И поэтому я являюсь также волонтёром благотворительного фонда «Возрождение». И я тот человек, который общался как раз с теми участниками, которые помогают фонду. Многие из них уже сегодня говорили, рассказывали свои свидетельства, свои истории. И с многими из них я тоже созванивалась, с ними разговаривала. И лично свидетель того, что они говорили мне, я передавал такую-то сумму, я передавал финансы. И я тот человек, который разговаривал также как посредник и с Яковишиным самим непосредственно. Во-первых, невозможно было дозвониться. Это было такое ощущение, что звонить просто на другой конец земного шара. И связи никогда не было. Всегда он увиливал от ответа, от разговора. Он никогда не давал чёткие отчёты. И другой, потом он начал просто переводить все стрелки на свою жену, что жена ответственная, Ольга, и обращайтесь к ней. И просто ты не мог найти конца и края. И эти финансы, они просто не поступали. Поэтому на самом деле вот то, что рассказывают люди вот здесь в студии, это на самом деле правда. И я просто тот человек, который как посредник между ними. Я знаю и ту сторону, и ту сторону. У нас ещё один участник. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Дарья. Я являюсь волонтёром Духовного центра Возрождения. И хочу подтвердить эту информацию. Так как я занималась именно общением с людьми из Беларуси, это так. С Ольгой не было никогда связи, ни с Андреем. На протяжении этого времени они постоянно уходили от ответов. Никогда они не могли дать чёткой информации. И когда уже Ольгу спрашивали конкретно, такой-то, такой-то человек передал такую-то сумму прям для детей, благотворительность, она всегда говорила, я ничего не знаю, я ничего не могу дать информацию, это всё секретно, у нас нет никакой информации. Какое-то было постоянно лукавство с её стороны, она постоянно грубила. Спасибо. Кто ещё хочет добавить? Здравствуйте. Меня зовут Инна Рукина. Я являюсь волонтёром благотворительного фонда. Я уже здесь нахожусь почти 5 лет в Духовном центре возрождений. И я здесь нахожусь только ради того, чтобы помочь другим людям. Я в 2013 году приехала на колледж и получила исцеление. Мы потратили все деньги, я ездила по всем больницам. Так как у нас с мужем второй ребёнок умер, и у меня на этой почве развился страх за сына старшего. И так получается, что я потеряла сон. И 9 месяцев я находилась без сна. Меня уже весило 47 килограмм. У меня уже пища даже не принималась в организм. И моя одна надежда была только на колледж. И когда я приехала в первый же день, в первые минуты колледжа, меня Бог исцелил. И я вижу, что происходит на моих глазах. Куда идут деньги? Как апостол Владимир постоянно находится в онкоцентрах. Он постоянно решает вопросы. Если ему не безразличны эти дети, он смотрит и как думает помочь, чтобы не давать химию за 3 тысячи, а дать за 11, чтобы ребёнок не было такой страшной интоксикации. Друзья, у вас сейчас есть возможность обратиться к нашим телезрителям и к тем телезрителям, которые смотрят не только нашу программу, а также и, например, телеканал YouTube. Да, пожалуйста. Меня зовут Анна, и я в Духовном центре возрождения с 2015 года. Я как человек, который попал в церковь, наверное, ну как вот исключение, да, исправила, который вначале был отравлен, и я не принимала вообще ни церковь возрождения, не хотела о ней слышать, потому что мои дети уже больше года были в этой церкви, они меня приглашали, а я, насмотревшись в интернете всяких вот этих роликов, передач, и я говорила, что я никогда в жизни моей ноги в этой церкви не будет. Вот. И на протяжении вот долгого времени так и было, потому что я не верила в это всё и, ну, не верила в исцеление. И чисто из любопытства я решила всё-таки пойти. Вот. На тот момент моя жизнь, она была, ну, тоже очень как бы невесёлая. Были болезни родовые, которые были у моей мамы, у моей сестры. И буквально в первый же месяц Бог меня исцелил на одном из служений от этого заболевания. Я просто хочу предостеречь всех людей. Не слушайте, не принимайте. Просто придите сами. Придите сюда. Посмотрите сами своими глазами. Просто обратитесь в Бога. Ищите Бога. Спасибо. Друзья, давайте послушаем нашего следующего гостя. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Рая. Я приехала из России. Знаете, вот я реально сейчас сижу, вот это всё слушаю, и я вообще возмущена. Я в 14-м году пришла в возрождение. Я была больная. Ну вот честно. Я хромала. Мне было 47 лет. Я хромала на левую ногу. Остеоартроз, коленного сустава, инвалидность впереди. Семья развалилась. Долгов куча. Жить не хотелось. Знаете, и я в 14-м году приехала на колледж. Послушайте, я услышала, что есть реальная личность, как Дух Святой, который способен любить, знать, помогать. И знаете, за короткое время, находясь в возрождении, я вам честно говорю, моя жизнь изменилась, мой муж вернулся, мое колено не болит, исцелено, и мне было запрещено ходить на каблуках. Знаете, я уже хромала, я ходила непонятно в какой одежде. Три года я хожу в платьях, я хожу на каблуках, и меня сейчас пытаются убедить Яковишин, меня пытаются убедить какие-то люди, что это исцеление, что это вранье. В России вышла программа, которая говорила плохое про разные церкви возрождения. Послушайте, и ты там выступал, что ты гонимый, что ты такой весь, на тебя там нападали. Послушай, прекрати врать. Есть Бог, и Он сейчас реально на нашей стороне. Я вот сижу здесь, слушай, у меня не болит. Зачем меня убеждать, что здесь нет исцеления? Еще такой момент. Если бы ты настоящим был служителем, ну хорошо, ну получилось, ну иди проповедуй Евангелие. Начинай снова движение, начинай спасать людей. Слушай, знаешь, что ты сделал? Ты столько людей погубил. Скажи, где они? Скажи, ты их подобрал? Скажи, ты их излечил? Скажи, ты поднял их? Послушай, сегодня они нигде и никак. Сегодня они не верят ни Богу. Если они пойдут в ад, это будет на тебе. Я точно это знаю. И знаешь, сегодня я служу Богу дальше. Моя семья служит Богу. Послушай, я исцелена и буду дальше исцелена, если это понадобится. И мой апостол настоящий друг. Послушай, мы сейчас здесь собрались, сидим вот здесь, говорим, потому что я знаю, что есть ложь, а есть истина. И я сейчас говорю правду. И знаете, я не могу просто больше молчать. Я целый год молчала. Я целый год, знаете, раненых этих людей пыталась подобрать, звонила. И знаешь, сейчас я точно увидела картину. Подрезал, оставил и бросил. Вот еще такой момент. Неужели вы думаете, что Дух Святой, Он исцеляет людей через служение апостола нечаянно или просто, или как-то? Послушай, да, Дух Святой не двигается через грязные сосуды. Я знаю, что наш апостол, он Божий человек. И я люблю его, я уважаю его. Я сейчас стою. На самом деле, я говорю это сейчас от всего сердца. Он мой наставник. И благодаря его служению, благодаря тому, что есть колледжи. Слушай, так много людей исцеляются, освобождаются, спасаются. И я верю, что еще больше и больше будет. У нас масштабные программы, масштабная помощь по всей Украине. Я просто хочу показать одну фотографию, показать эту фотографию присутствующим, показать вам. И это фотография ребенка, которому 4 года. И вот из-за Яковишин, вот этот ребенок, он не вовремя получил ту помощь, которая ему и нужна была. И этого ребенка уже нет. Ему было всего 4 года. Знаешь, что своевременно оказанная помощь, она очень важна. И те финансы, которые действительно не доходили сюда, вот к этим детям. То есть эти дети действительно идут, знаете, время идет на часы, на минуты, чтобы своевременно препарат этот ввести этому ребенку. и для меня это, ну, действительно, знаете, как трагедия. Трагедия услышать о том, что, ну, вот сейчас с нами нет этого ребенка. И вот те люди, которые воровали финансы вот таких детей, мне вот хочется задать им вопрос, вообще, где их сердце, где их совесть, как они могут позволить брать те финансы, которые предназначались вот для этих детей. И я свидетель, я участник, я свидетель благотворительной работы, которая проводится нашим фондом. Я знаю Владимира уже много лет. И почему я являюсь помощником, да, вот именно в этой программе благотворительности? Потому что насколько масштабны эти объемы, что Владимир, он сам не справляется, он всегда приезжает на встречи, он всегда бывает в этих больницах, он всегда приезжает в эти интернаты. По всем городам Украины ведется вот такая вот помощь. Ведется помощь для этих детей. И, ну, действительно, знаешь, мое сердце, оно просто разрывается от боли. Когда ты видишь слезы этих родителей, которые говорят, вот помогите, мы уже истощились, то есть мы продали уже все, что можно было. Один препарат, одна химия, она может стоить по 70 и по 100 тысяч. Одна только химия. А их надо там курс целый. И, знаете, вот то, что рассказывает сегодня в студии, ну, для меня это шок, как и для многих людей. Что действительно многие, многие дети, многие люди, они не получили своевременной помощи. Я хотела бы обратиться к тем людям. Хочу дать вам такой небольшой совет. Как тот человек, который видит боль людей, который бывает в таких центрах, который множество, множество раз встречался с людьми, которым мы оказывали помощь. Я хочу, чтобы вы посмотрели на дела благотворительного фонда. Я хочу, чтобы вы посмотрели найти свидетельства, которые говорят люди и соизмерили, стоит ли доверять тем людям, которые просто говорят в камеру, или же стоит все-таки поверить тем людям, сотням и тысячам людей, которые получили исцеление, которые получили помощь и которые сегодня свидетельства мы слышали здесь в студии. Друзья, у нас сегодня был не совсем обычный формат нашей программы. И хоть наша студия и большая, но она действительно не смогла вместить всех тех, кто хотел сегодня прийти и поучаствовать в нашей передаче. Все эти люди настоящие, все эти люди живые, и все они сказали правду. Было сегодня сказано много плохого, и хорошо, что наряду с этим было сказано и много хорошего. И всем нам хочется, чтобы хорошего с каждым днем становилось все больше и больше. До новых встреч!